Рангclauan У вас стала игра Arsenal 2G Что можно сказать о матче? Как развивались события игры? Какие составы были? Первый или второй? Насколько погода влияла на вас? Я не знаю какой состав у Arsenal был Первый или второй, как бы с этой командой еще не знакомы. У нас состав был немножко ослабленный, не было у нас трех-четырех игроков ключевых. Тем не менее, собрались. Первый тайм была правная борьба, в основном в середине поля, без моментов с обеих сторон, в принципе. Арсенал пытался контролировать мяч, в принципе, хорошо у них получалось. Центр поля мы немножко проваливали в первом тайме. Ну, все-таки удалось, в принципе, нам открыть счет в первом тайме. 1-0, немножко курьезный гол забили, но, в принципе, как бы голом есть гол. Во втором тайме, все-таки, наверное, Арсенал пытался большими силами идти вперед, немножко голяли тылы. Поэтому нам удавались быстрые контратаки, мячи. И, в принципе, в итоге, как бы, 7 или 8-0, я даже не помню, как матч закончился. Поэтому, в принципе, уверенная победа против такой команды, я считаю, очень важные мячки. Как бы ты, кого бы ты отметил в команде соперника «Сильный стол»? В команде соперника, опять же, очень плохо еще ребят знаем, потому что первая игра была. Но я бы отметил их центрального нападающего, хороший игрок технично-индивидуально, скажем так, немало проблем доставил нашей обороне. И все-таки отметил бы вратаря, несмотря на такой, ну, в принципе, разгромный счет. Но там вратарь играл очень хорошо. Если бы не он, то мячей было бы намного больше. Чем отличались между собой первые и вторые таймы? Ну, как бы, первый тайм такая была, можно сказать, разведка, потому что все-таки команда для нас новая. Старались играть аккуратно, не рисковали, не шли большими силами вперед. Постоянно старались, чтобы у нас все три защитника оставались сзади, не подключались, потому что, ну, как бы, наслышано, что команда в третьей лиге играет. Поэтому немножко аккуратно играли, не рисковали. Вот, во втором тайме, как бы, уже было полегче, потому что мяч мы забили, арсенал пошел вперед. Ну, получалось на контратаках, в принципе, то, что нам всегда хорошо получается. Наши забывали мячи. Самый красивый гол? Ой, ты знаешь, их было... Много? Да. Ну, я бы отметил, опять же, мяч Коли Дичка. Была атака. С центра пас на правый фланг. С правого фланга подключился наш правый защитник. Саша Николаенко в одно касание отдал пас и Коля слета в дальний угол правил. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...